Для черенкования берутся фактически все части растения. Наибольшие результаты выход дают верхушечные почки, а древесневшие части не так хорошо дают корневую систему, но тем не менее можно использовать, просто разная скорость укоренения идёт. Вы можете использовать различные стимуляторы роста, корни образования этой корневинной, гермонной, любые препараты, которые сейчас в рознице продаются. И циркон с эпином, кстати, тоже, то есть они отзывчивы. Очень хорошие результаты НВ-HB 101 даёт при укоренении, но можно использовать простую воду отстоявшуюся. Нарезаются черенки с 7-10 сантиметров длиной. Мелколистные формы дают лучше и быстрее корневую систему. Я обычно практикую обрезку, ну вот этот стандартный черенок, удаление нижних двух пар листьев. Если мы возьмём с вами крупнолистные какие-то формы, ну вот как вот это предположим, да, тоже её сразу обрезаем. Также срез делается под почку, убираем нижние листья. Вот. Если вы хотите сохранить эти листья, ну они, в принципе, очень богато смотрятся, то лучше их в стакан с водой брать в полиэтиленовый пакет. Если это у вас как бы, ну, нереально, тогда я рекомендую нижние листья укоротить для сокращения испарения. Рекомендации такие же, как при стандартном простом черенковании. То есть это должен быть рассеянный свет, и это должна быть постоянная высокая температура без перепадов. То есть это выше 20 градусов, 20-25 градусов, это отсутствие прямого солнечного света. Вот. Но вода не должна переохлаждаться. Если будет переохлаждение, то есть банка с водой будет стоять на подоконнике укоренения, ну, в принципе, будет происходить очень медленно. Ну и, возможно, появится загнивание. Вот. Есть ещё такой способ. В воздушной среде их укореняют, то есть в амхе. То есть если есть, например, моксфагнум, намочить его в воде, набить там стакан или банку какую-то, черенок, погрузить. Вот. Единственное, что сверху должны быть условия тепличные, то есть парниковые. И тогда растения без воды тоже способны дать корневую систему в моксфагнум. То есть кому как удобно.